Привет друзья! Сегодня на канале Чуча ТВ мы проведем ряд интересных опытов и исследований. Надеюсь они вам понравятся. А также отвечу на многие ваши вопросы. Так что устраивайтесь поудобнее. Поехали! Главной темой сегодняшнего обзора является перегрев хартенда, именно радиатора. Давайте рассмотрим радиатор от всем известного Е3ДВ6, сделанный из алюминия, имеющий огромное количество ребер. То есть его главная задача не дать пластику, который попал в наш термобарьер расплавиться еще до того момента, как он попадет в нагревательный блок. Естественно пассивного охлаждения самого радиатора недостаточно. И поэтому используются дополнительные средства обдува, такие как вентилятор 30 на 10. Ну и конечно специальный такой крепежный обтекатель. Мы его одеваем сверху. Вот так. Вентилятор захватывает холодный воздух снаружи и сдувает горячий воздух с ребер радиатора. Тогда возникает вопрос. Почему иногда обдува радиатора недостаточно? То есть наш вентилятор 30 на 10 не справляется. И некоторые умельцы переходят на вентилятор побольше. 40 на 10. Первым делом, друзья, обратите внимание на расстояние между радиатором и нагревательным блоком. Оно составило два с половиной миллиметра, что очень мало. Теперь обратите внимание на огромную площадь обоих поверхностей. Нагревательный блок у нас идет 15 на 22. То есть это у нас 330 миллиметров квадратных, общая площадь. Площадь круга у нас измеряется по формуле PR квадрат. Диаметр составляет 22 радиус 11. То есть это 380 миллиметров квадратных. То есть практически не похожи по площади. И два этих совершенно противоположных по своим задачам элемента находятся на расстоянии в два с половиной миллиметра друг от друга. То есть вот эта вот площадь 330 миллиметров квадратных, разогретая до 240 градусов, находится вблизи у радиатора, который должен быть охлажден. И конечно же радиатор будет перегреваться. Это и есть основная причина, почему обычного вентилятора 30 на 10 иногда не хватает. Некоторые ребята могут посчитать, что силиконовый носок может решить эту проблему. Силиконовый носок защищает хорошо по бокам, снизу, но вот здесь ребята у нас голая поверхность. То есть никакой защиты теплоизоляции здесь просто даже не предусмотрено. Например, на том же Crazy Hotend я показывал в одном из видео небольшую доработку, когда я вырезал маленький кусочек силиконовой защиты и положил вот сюда. То есть решение очень простое. Можно вырезать какой-нибудь прямоугольный кусочек силикона, сделать отверстие под термобарьер, вот так вот накрыть это все и заизолировать. Как альтернативу можно заказать в Китае набор из хлопковой изоляции. Это вот такие вот полоски. Здесь у нас идет термоскотч, а это сам хлопок. Ширина 21 миллиметр на 70. Этого в принципе более чем достаточно, чтобы даже обвернуть весь нагревательный блок. Преимущество перед силиконом это очень хорошие теплоизоляционные свойства, именно самого хлопка. Поэтому я рекомендую использовать именно его. Вырезать по размеру прямоугольник, сделать отверстие под наш термобарьер, вставить и тем самым избавиться от перегрева нашего радиатора. Если вы используете цельнометаллический термобарьер, то естественно отверстие вам надо сделать поменьше. Вкручиваем наш термобарьер, вставляем в радиатор. То есть у нас теперь между нагревательным блоком и радиатором идет теплоизоляция. Тепло от нагревательного блока не попадает на радиатор и вентилятор 3010 должен справляться просто идеально. Это касается любого хот-энда. То ли это будет E3DV6, то ли вот такой вот Dragon, то ли какой-нибудь MK8 или CR10. Везде старайтесь использовать вот такую теплоизоляцию и благодаря этому стабильность печати у вас естественно возрастет. Но конечно это все слова. Хотелось бы увидеть это все на практике. Поэтому давайте проведем сейчас эксперимент с теплоизоляцией и без. Я засвернул небольшое отверстие в который мы вставим шарик термопары. И вот так вот друзья выглядит наш импровизированный стенд. Это у нас мультиметр, который показывает температуру радиатора фактическую. Материнская плата от тендера 3. Отлично подходит для экспериментов. Выставляем температуру нагрева 230 градусов. На данный момент мы используем термобарьер с тефлоновой трубкой. Поэтому теплопередача у него чуть лучше чем у цернометаллического. Но мы к нему еще вернемся. Итак мы смотрим что у нас получилось 36 градусов. Теперь проведем тот же эксперимент. Но только с теплоизоляцией. Которую я установил между нагревательным блоком и термобарьером. На первый взгляд вам покажется ерунда. Разница небольшая. Но мы должны учитывать что здесь используется тефлоновый термобарьер. И поэтому разница в температурах не слишком большая. Теперь ради интереса давайте поставим место тефлонового термобарьера цельнометаллический. И посмотрим какие будут результаты с ним. С теплоизоляцией и без. Установили мы цельнометаллический термобарьер из нержавейки. Давайте запустим температуру. Просто какой-то ужас происходит. Смотрите 50 градусов. Температура растет дальше. Вот что значит цельнометаллический термобарьер и под тефлоновую трубку. Насколько сильно перегревает 50 градусов разница против 36 как у нас было с тефлоновым термобарьером. Вот мы видим что колеблется сейчас температура 52-51 градус. На этом и фиксируем. Теперь друзья проведем тот же эксперимент, но только с утеплителем. Именно с цельнометаллическим термобарьером. Так мы смотрим что температура очень низкая. Всего лишь 35 градусов. Давайте попробуем может быть контакт плохой. Сильнее придавлю. Вот я придавил до самого края. Мы видим что пошла температура чуть-чуть вверх. 36, 37, 36. То есть 35-36 градусов. А в прошлом тесте у нас было 52 градуса, что очень много. То есть разница у нас составляет 17 градусов. Это просто космос. То есть благодаря вот такой теплоизоляции, из-за того что мы изолировали нагревательный блок от радиатора, теплоотдача между термобарьером и радиатором улучшилась в разы. Мы видим что температура у нас немножко приподнялась. Спустя две минуты 37 до 38 градусов максимум. И это все равно очень мало по сравнению с предыдущим тестом. Я считаю что эксперимент удался. Он еще раз показывает насколько эффективна правильная теплоизоляция нагревательного блока. И насколько она хорошо работает. Итак друзья давайте подведем итог. При использовании термобарьера под тефлоновую трубку можно использовать только сам силиконовый носок. Как показали тесты разница в температурах составляет порядка там 2-3 градусов. Что немного. Потому что здесь всю нагрузку на себя берет именно тефлоновая трубка. У которой коэффициент теплопередачи меньше единицы. Очень маленький. Самый маленький из всех материалов которые используются в 3d печати. Но вот когда мы переходим к цельнометаллическому термобарьеру, у которого теплопередача значительно выше в десятки раз, то конечно ситуация здесь кардинально меняется. Потому что данный термобарьер очень сильно передает тепло на радиатор. И радиатор не справляется, когда наша поверхность нагревательного блока не заизолирована. А представьте друзья себе ситуацию летом. Когда вы печатаете в знойную жару. Температура окружающей среды может достигать и 40 градусов на солнце, а может и 50. И плюс еще добавить температуру перегрева радиатора и мы получаем естественно пробки. Получаем проблемы и дефекты печати. Поэтому обязательно изолируйте нагревательный блок от вашего радиатора. Вот такой вот обычной теплоизоляции. А теперь друзья очень важная информация для тех ребят, кто захочет купить Crazy Hotend в магазине Mail of Store. Оказывается в последнее время эти хотенды полностью исчезли из продажи. Это связано с юридическими тяжбами американских компаний, которые подали в суд на некоторых производителей из Китая. И чтобы юридически обезопасить себя, Mail of Store тоже отказалась от продажи именно полноценных наборов этих девайсов. Но это не значит, что данный девайс полностью исчез из продажи и его нельзя купить. Компания Mail of Store просто разбила этот девайс на составные комплектующие. И по отдельности каждую комплектующую можно купить в этом же магазине. Переходим по ссылке на Алиэкспресс. Первый сет это радиатор с крепежными винтами. Второй это трубочки, которые соединяют именно с нагревательным блоком. Это сет номер 3. Сет номер 4 выбираем фитинг. Можем отдельно фитинг купить сет номер 5. И сет номер 6 это крепежные винты, чтобы все это собрать. И в итоге мы получим уже полноценный Crazy Hotend. Точно так же можно поступить и с остальными девайсами этой линейки. То есть можно собрать например Crazy TC03. Это двойной Hotend. Обзор на который возможно я тоже сделаю. Для него нам так же понадобятся трубки. При желании можно выбрать алюминиевый блок или же купить медный нагревательный блок. И соответственно собрать полноценный девайс. Конечно это не очень удобно, но самое главное есть возможность это сделать. Ссылочки на все эти комплектующие я скину под видео в описании. Надеюсь друзья это видео оказалось вам полезным и познавательным. И оно поможет вам в 3D печати. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока.